Привет, друзья! В ННЮС Эйдер, я Александр Кушнарь. Сегодня 19 августа. Вчерашний день отметился фантастическими достижениями вооруженных сил Украины в плане уничтожения российских тылов. И главная новость дня — это, конечно же, уничтожение большого склада с боеприпасами в Белгородской области России. Как именно вооруженные силы Украины это сделали, нам неизвестно, но точно понятно, что это не американское оружие, потому что, как известно, Белый дом запретил украинцам атаковать российские объекты на российской территории с помощью американских срез поражения, потому что Байден не хочет брать на себя ответственности за то, что он называет расширением конфликта. Ну, то, что на самом деле это, конечно, не расширение конфликта, а это как раз именно его, ну, в общем, совершенно органичное продолжение. И это, на самом деле, то, что ведет к завершению конфликта, а не отнюдь к его разгоранию, в конце концов, потому что украинцы бьют не по жилым зданиям, в отличие от России, а по военным объектам. Вот с учетом этого всего понятно, что мы бы, конечно, ожидали все-таки от Белого дома более, скажем так, уверенной позиции по этому поводу. Но, тем не менее, мы знаем позицию Байдена. Так что украинцы лупят своим оружием. Каким именно? Точно неизвестно, но, возможно, это то самое оружие, которым украинцы били и продолжают бить, также и по Крыму. Впрочем, по поводу Крыма американцы буквально только что уже тоже высказались, а именно, они заявили, что по крымской территории, поскольку эта территория является, безусловно, законной и суверенной территорией Украины, украинские вооруженные силы могут бить американским вооружением. Но, тем не менее, почерк того, что произошло сейчас в Белгородской области и того, что произошло в Крыму, несколько похож. По крайней мере, если мы говорим о взрывах в Джанкойе и под Симферополем, а также, если мы говорим о том, что произошло именно в Белгороде. То есть, это все очень похоже. Что именно? Это могут быть дроны, это могут быть украинские диверсанты. Мы пока этого не знаем. Но это произошло. И видео взрывавшихся и, возможно, до сих пор детонирующих или, по крайней мере, дымящихся снарядов в Белгородской области, я думаю, видели все. Ну, а те, кто не видел, может посмотреть прямо сейчас, если перейдет в мой телеграм-канал. Ссылка на него в описании к этому видео. И вот на этих видеозаписях четко видно настоящий, как говорят, фейерверк. И когда я говорю фейерверк, я ни в коем случае не хочу здесь поизгаляться над страстными кадрами войны. Но вот в чем дело. Насколько известно, не пострадал ни один человек. Уничтожен исключительно военный бег. И, естественно, это вновь напоминает российскому режиму о том, что война теперь отнюдь не только на украинской территории идет. Теперь война становится реальностью, впрочем, уже давно стала и для сопредельных с Украиной российских регионов. И, между прочим, это, в общем-то, первый за последние пару месяцев случай, когда взрывался именно склад с боеприпасами на российской территории. И напомню, что серия таких вот взрывов была довольно плотной несколько месяцев назад. Но потом россияне, очевидно, предприняли некие меры, которые позволили на некоторое время, скажем так, ну, во всяком случае, снизить интенсивность вот таких вот диверсионных ударов по российским военным объектам на российской территории. Мы знаем, что довольно долго склады не взрывались. Довольно часто можно было услышать, как в той же Белгородской области работает ПВО. Очевидно, что украинцы пытались поразить определенные объекты, инфраструктуры врага в этом регионе, запуская дроны, но, очевидно, терпели неудачу, потому что российские средства ЗРК сбивали вот эти дроны. Ну, а вот на этот раз пропустили. Почему пропустили? Вот это и остается сейчас главной загадкой. Возможно, украинцы начали применять еще раз какое-то новое вооружение, которое теперь уже обходит вот эти ЗРК. Может быть, речь идет о наземной диверсии, может быть, речь идет о неких украинских ракетах. Мы этого не знаем, но мы видим результат. В России опять взрываются склады. Кстати, обратите внимание, что Белый дом по этому поводу ничего не говорит. То есть, иными словами, если украинцы используют свое оружие или какую-то свою тактику, возможно, это именно новая тактика, которая позволяет, опять же, долбить российские военнообъекты на ее территории, то американцы не будут против. Пожалуйста, украинцы имеют право, вот по этой логике, действовать своим оружием и своей тактикой на российской территории, так как они этого пожелают. А вот американское оружие использовать нельзя. Ну и в этой связи я хочу сказать, что вчера появилась информация о том, что Белый дом в ближайшие дни передаст Украине военной помощи еще на 800 миллионов долларов. Мы к этому привыкли. Транш от США, который приходит примерно раз в неделю или в две недели, 800-1000 миллионов долларов. Казалось бы, рутина. А ведь на самом деле то, что сейчас Украина получила вот за эти полгода, это больше, чем военный бюджет некоторых довольно крупных стран Европы на вооружение. То есть, понятно, что, скажем, бюджеты больших стран ЕС и той же Великобритании, это несколько десятков миллиардов долларов. Ну понятно, что из этих нескольких десятков миллиардов долларов только 10 непосредственно на военную технику. То есть, а тут Украина за полгода получила вот эти самые 10 миллиардов и будет еще получать. И можно ожидать, что к концу этого года, во всяком случае, к февралю-марту следующего года, то есть за 12 месяцев вот этой войны, а к сожалению, эта война, конечно, продлится еще не меньше года, Соединенные Штаты дадут украинцам около 20 миллиардов долларов военной помощи. Ну и мы видим, что эта помощь отнюдь не в холостую расходуется, а достигает совершенно реальный результат. И вот еще одна новость как раз по поводу результатов. Результатов, которых достигли ВСУ. Сегодня впервые агрессоры не сообщили о каких-либо территориальных достижениях. Впрочем, у них их и так за последние полтора месяца работы хаймарсов не было как таковых. Я думаю, вы все видели ту карту, которую я показывал. Карту от Пентагона, где есть две линии. Черная и красная. Черная это где российские войска были на момент 10 июля, а красная это где они оказались на момент 14 августа. И практически идентичны эти две линии, особенно если смотреть издалека. И только если приглядеться, мы увидим, что где-то российские войска продвинулись, где-то они отошли. Но это в любом случае буквально пара километров. И так по всему фронту. И сегодня, как мы видим, вопреки привычке российской пропаганде, мы не слышим вообще никакой информации о том, чтобы россияне где-то продвинулись. Продвигаться им все тяжелее. В том числе и из-за того, что устает личный состав. И вот мы узнаем, что оказывается, как сообщают нам расследователи из российских СМИ, оказывается, например, около 700 российских контрактников из 64-й мотострелковой бригады хотят сбежать с фронта. Но начальство им не дает, и они жалуются на то, что это начальство их кидает. И, кстати говоря, они тут же сдали начальство, сказав, что оно, это самое начальство, фактически приказывает воровать и даже расстреливать. Расстреливать мирных жителей. Ну, а о том, как, оказывается, россияне действительно расстреливали мирных, мы узнаем, в частности, из-за публикации «Важных историй», где, собственно, журналистам этого издания удалось связаться непосредственно с одним из тех, кто принимал участие в наступлении на Украину в первой фазе, и кто наблюдал, как убивают мирных, кто наблюдал, как их грабят, и кто сам грабил и убивал, и он признался в этом, сославшись на то, что убил одного мирного, чтобы спасти якобы десятки своих сородичей. Одним словом, объявил, что он действительно военный преступник. Я надеюсь, трибунал примет это во внимание. Тот самый трибунал, который, безусловно, будет организован для этого и многих других российских убийц. От ответственности никто не спрячется. И вот это очень хороший показатель. Около семи сотен российских военных устали воевать. Это только те, которые уже подняли головы и подали голос. А ведь сколько таких не подают? Между прочим, совсем недавно о том же самом нам рассказывали боевики ЛНР, которые записали целое видео, в котором пожаловались на то, что их бросают как пушечное мясо, и что они не могут уже просто идти воевать. Как мы же и говорили, выходит из строя не только военная техника России, хотя ее очень много у нее, но выходит из строя и человеческий фактор. Тех, кого украинцы еще не уничтожили физически, те ломаются психологически. Ну а почему личный состав России ломается психологически, почему он не может никуда продвинуться, объясняет в том числе и то, что происходит сейчас на юге, где вооруженные силы Украины все увереннее себя ведут, и все увереннее ведут себя, в частности, в Крыму. Крым с недавнего времени, то есть с 9 августа, перестал быть территорией, свободной от войны. Это регион, который годами Путин и его отвратительными пропагандистами преподносился как бастион безопасности. И вот теперь для него стало естественностью и рутиной то, что давно уже происходит на других оккупированных украинских территориях, а именно постоянные взрывы. И вот в частности именно это произошло накануне, когда и в Севастополе, и, насколько я могу понять, в районе Керченского моста начались вот эти самые взрывы. Российские пропагандисты говорят, что это якобы работало российское ПВО, и даже якобы сбило какой-то там беспилотник, вполне возможно. А может быть это и, опять же, диверсии, которые произвели украинские военные. Как бы то ни было, сам факт вот этих взрывов показывает, что мирная и спокойная жизнь в Крыму закончилась, а, соответственно, вот те, кто из России приехал на аннексированную Россией территорию полуострова, могут забыть про спокойный туристический сезон. Ну и о том, что, собственно говоря, все эти люди действительно поняли, что на этот раз пляжный сезон закончился, свидетельствуют, как мы уже неоднократно и говорили, непрекращающиеся пробки на Крымском мосту, где с полуострова люди в панике бегут на российскую территорию, потому что поняли, что Крым это теперь территория боевых действий. Ну и сами оккупанты, конечно, это поняли. По данным украинской разведки, похоже, некоторые из чиновников в аннексированном Крыму собирают чемоданы и вместе с семьями, похоже, выезжают на российскую территорию. Более того, такая информация была и относительно даже аксеного, бессменного главу вот этой самой оккупационной администрации в Крыму. Насколько это правда, точно неизвестно, но поступает и такая информация, что на днях оккупанты даже перекрывали буквально на одну ночь движение по Крымскому мосту. Они это официально объясняли, понятное дело, мерами безопасности, но, как можно заподозрить, вероятно, они просто-напросто открыли по Крымскому мосту дорогу для того, чтобы без всяких пробок с Крыма в Россию могли эвакуироваться как раз таки семью поставленных российских оккупантов. И то, что Крым на самом деле перестает быть зоной безопасности, видит и британская разведка, которая говорит, что в очень плохом состоянии на самом деле находится Черноморский флот. Он буквально забился куда-то там подальше в Крымские порты. И это неудивительно, потому что российские оккупанты опасаются, что украинские диверсанты могут уничтожить этот флот. И теперь, вероятно, у украинцев уже есть такие возможности, или они у них появятся. А как украинцы могут уничтожать российские корабли, мы все знаем. В том числе вот по тем кадрам уничтожения таких кораблей, как, ну, например, крейсер «Москва». Впрочем, там мы увидели только последствия. Ну, а вот то, как противокорабельные ракеты «Гарпун» попадают и уничтожают тот же буксир Василий Бех, опять же, мы все видели. И, конечно, эту сильно впечатлило россиян. И они теперь просто не знают, что делать с этим Черноморским флотом. Ну, на самом деле, он поставлен на счетчик, потому что рано или поздно, конечно, он последует за крейсером «Москва» Василием Бехом. И десяткам, наверное, российских катеров, которые были так или иначе уничтожены. Или тем же дронам «Байрактар» или какими-то другими украинскими орудиями, в том числе и западного производства. И вот на этом фоне внезапно только что, как стало известно из официальных российских источников, поменялся командующий Черноморским флотом. Так вот, западные аналитики считают, что тот факт, что россияне вот сейчас поставили нового командующего, этим отвратительным образованием под названием «Черноморский флот», «флот убийц», показывает, что на самом деле россияне нервничают. Дело в том, что вот эта вот смена главы, это ведь далеко не единичный случай, во-первых. Россия очень много генералов за последнее время поменяла, а Путин увольняет одних, тут же ставит других, потом этими он оказывается недоволен, ставит новых. Чехарда, но никакого результата. Генерал меняется, а отвратительный для российского режима результат на поле боя сохраняется. И вот этот вот главарь Черноморского флота был заменен как раз вот после того, как в Крыму начались взрывы, как оказалось, что украинцы способны достигать ключевых стратегических военных объектов в России, такие, как те же аэродромы. Ну и давайте посмотрим, каких же результатов достигнет новый командующий Черноморским флотом России. Будет очень интересно посмотреть, через сколько недель или месяцев Путин снимет его, чтобы посадить на его место какого-нибудь другого чурбана. И что здесь можно из этого, из всего, собственно говоря, сделать? Какой вывод и к какому заключению можно прийти? Дело в том, что украинские военные сейчас, нанося поражение врагу на территории Крыма, ведь делают это не только для того, чтобы всевлить в него ужас и сломать именно его психологически. Они делают это не только для того, чтобы достичь политикой символического эффекта, продемонстрировав, что Путин не способен, собственно, гарантировать людям то единственное, ради чего они, по идее, должны его терпеть. То есть безопасность. А именно в обмен на безопасность, по идее, россияне отказались от всего. Сначала от свободы, а потом и от экономических властей. Но украинские военные бьют по крымским военным объектам России еще и с практической целью. Для того, чтобы подорвать возможности России, подкреплять ее группировки, которые располагаются на оккупированном юге Украины. И вот та российская группировка, которая сейчас находится в Херсоне, она и так-то в плохом положении на правом берегу, потому что, как я уже неоднократно говорил, все мосты через Днепр были перебиты, так или иначе. Кстати, вот очередной такой удар только что был нанесен. И последствия мы еще увидим. Так, и, соответственно, эта группировка и так-то находится в крайне тяжелом положении, потому что просто не может получать снабжение с Крыма. А тут еще и в самом Крыму возникают проблемы с логистикой. То есть уничтожаются склады с боеприпасами, из которых россияне-то, по идее, должны были бы тянуть снаряды для южной группировки в том же Херсоне. Уничтожаются железнодорожные пути, как мы видели. И не только неким украинским оружием, но и украинскими партизанами в Крыму. Но и в результате это только еще серьезнее осложняет для россиян их положение на юге. Ну а украинцы последовательно продолжают маленькими шажками создавать для российских оккупантов в Херсоне, в целом на юге, безвоздушное пространство. Посмотрим, как долго они, эти самые российские оккупанты, протянут без необходимого им кислорода в виде топлива, боеприпасов, военной техники. Их поставили на счетчик, и время пошло. Спасибо, друзья. Оставайтесь с нами, подписывайтесь и поддерживайте украинскую армию, а при желании и наш канал через те ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании к этому видео. Там же вы найдете. И ссылки на мой телеграм-канал, где я делюсь фото и видео, а также своими аналитическими соображениями. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok